Здравствуйте, меня зовут Анна Манга, это вот о чем мы сегодня поговорим. Сегодняшний эфир посвящен популярной концепции о том, что у России нет будущего. Она сама не хочет этого будущего, а свое будущее она видит в прошлом. Почему так происходит? Мы обсудим с профессором РГУ Андреем Юрганом. Андрей Леонидович, скажите, пожалуйста, почему Россия видит свое будущее в прошлом? Действительно ли так? Я не думаю, что вся Россия видит одинаково. Скорее нет. Но действительно, не так давно, мне показалось, по крайней мере, интерес общества и политический интерес стал ориентироваться на Средневековье, на древность. И как бы в этом нет ничего плохого, дурного. Но древность и Средневековье это факты культуры, а не факты идеологии. Поэтому, когда берут на вооружение идеологические концепции Средневековья, и пытаются их делать современными, то задаешь себе вопрос, а прошлое ли это? А почему так происходит? Почему именно Средневековье, почему вообще обращенность к прошлому появляется? Ну, потому что, мне кажется, современная идеология вообще исчерпала свой идейный ресурс. Просто не о чем говорить. Единственное, за что цепляется современная идеология, это те традиционные мотивы, которые кажутся наиболее важными для населения. Кому-то кажется, что они важны для населения, для людей. То есть, какая-то вот в этом есть мысль о том, что таким образом скрепляется общество, вот таким образом соединяются люди вот на этих идеях. Однако, невозможно вернуться в прошлое. Это невозможно ни по каким соображениям. И поэтому, вот для образованного человека, для образованных людей, все это диковато. Для людей, которые не представляют собой образованный класс, конечно, это скорее просто факт пропаганды. Или они верят этому, или не верят. Поэтому трудно сказать, как Россия в целом ориентируется. Наверное, достаточно равнодушно. Но вот то, что нет идей, это факт. Нет идей. Нет идей о будущем. Нет концепции будущего. Нет, собственно говоря, магистрального видения, что мы хотим. Нет стратегий. Причем, Средневековье само-то видело это будущее. И оно понимало, что впереди ответственность за содеянные. То есть это религиозная концепция? Это религиозная концепция, которая предполагала, что ты делаешь... В принципе, ты можешь делать все, что угодно, но потом ты будешь отвечать. Современные люди, современные политики ни во что не верят. Хотя они стоят в церквах, правильно или неправильно молятся, по-разному, как получится. Но в принципе, они не верят ни во что. И ни в какую жизнь после смерти не верят, ни в какую ответственность. И вот в этом смысле кризис заключается в том, что человечество, или по крайней мере Россия, так сказать, это общество, которое потеряло вот эту перспективу, потому что в принципе верит только в то, что есть. Ничего из того, что сверхличностно, сверхчеловечно, этого не существует. Только вот идеологически, может быть, остается что-то в конструкциях, да? Так сказать. А так-то по существу получается, что мы впали в какое-то глубочайшее, невероятное просто мещанство, которое убивает, убивает духу. Это на самом деле можно подчеркнуть и подтвердить с какими-то совершенно документальными примерами. Вот, например, есть культурная политика, принятая государством, долго обсуждавшаяся обществом. В ней говорится только про прошлое, про наши истоки, про наши культурные корни, про сохранение прошлого. И ничего не говорится ни про современность, ни про будущее. То есть, видимо, нет даже идеи, каким оно могло бы быть. И то же самое происходит из глобальной политики, вообще вот глобальной идеи государства, к чему оно идет, какие у него задачи в ближайшее время. Сохранение власти, сохранение размеров государства, сохранение тех же идей, которые есть, сохранение тех же людей, которые есть. То есть вообще никаким образом не вербализуется завтрашний день. Как произошел этот слом и почему он случился? Ну, это очень большая проблема, интересная. Ведь еще в 90-е уже было идеалистическое общество, у которого была цель. Вот именно, что идеалистическое общество – это, так сказать, больше норма, чем девиация. Потому что вот это материалистическое сознание, которое охватило сегодня российский эстаблишмент, это сознание людей, которые верят только в материальный мир и больше ни во что. А всякие там идеи о правах человека, о личности, вообще каких-то сверхличностных оснований рассматриваются, как и философия, и культурология, и все прочее, как ненужное. Заметьте, в образовательной сфере, в принципе, они бы и завтра все отменили бы. Потому что это не нужно. Ничего не нужно. То есть нужно только то, чем можно воспользоваться в обиходе, какое-нибудь технологическое изобретение, которое, так сказать, что-то там облегчает какую-то твою жизнь. А в сущности, да, это такое глубочайшее погружение вот в этот самый обездушенный материальный мир, и больше ничего. И, конечно, тяготение к прошлому – это признак, конечно, некой деградации, будем говорить прямо. Это, в сущности говоря, и есть самый сильный признак деградации. Почему это самый сильный? Потому что, если нет веры, нет ничего. Если нет веры, нет и будущего. Если нет, так сказать, какой-то одухотворенности, то нет и того проекта, который ты закладываешь в свои действия. В сущности, ты ведешь дело к тому, чтобы оставить то, как есть, вот в таком виде и оставить ничего больше. И в этом смысле, конечно, проекция прошлого – это острое желание ничего не менять, все оставить как есть. То есть ничего не делать на самом деле? Нет, нет, нет. И даже, может быть, и делать, но не менять ничего. Делать-то, может быть, и можно. Распиливать бюджет – это делать. А вот менять жизнь людей в лучшую сторону – это уже что-то из области вот именно творчества. То есть я бы сказал, что это эпоха, где изживается не только стыд, но и творчество. А может ли вообще, может ли происходить вот некоторое движение к будущему, вообще модернизация общества без репрессий? Потому что сейчас много говорится, например, о сталинской эпохе в разных восхищенных терминологии. И кто-то пытается отдергивать вот тех самых восхищенных. И восхищенные обычно приводят свой неопровержимый, как им кажется, довод, что все жертвы, которые принес во время Сталин, они были посвящены глобальной идее индустриализации. То есть общество и страна рвануло далеко вперед. Ну, это, в принципе, была модернизация движения в будущее, ну, с точки зрения того момента. Ну, видите ли, как выясняется, сегодня, по крайней мере, экономисты видят, что все цифровые данные по экономическому развитию, да, если сравнивать за 100 лет с 2013 года по 2013 год, то оказывается, что вся наша модернизация 20 века, приведшая к многочисленным жертвам, в принципе, ни к чему не привела. То есть соотношение по самым лучшим годам, 5-7-го годов, примерно такое, как было в 1913 году. То есть мировая экономика и Россия в ней, это соотношение то же самое, такое же. То есть на самом деле все эти жертвы 20 века ни к чему радикальному не привели. То есть мы за эти 100 лет двигались в будущее? Я думаю, что... Или эта дорога была неправильной? Это дорога... Вы знаете, эта дорога была заложена еще в начале 20 века. Эта дорога была заложена не Сталином, а, так сказать, всем тем, вот как раз тем позитивистским лагерем, который обосновался в России вот в начале 20 века. Что это за лагерь? Это люди, которые были по убеждениям марксисты, но они исповедовали еще и позитивистскую такую идеологию, что не надо верить ни в какую метафизику, что человеку не нужны никакие сверхличностные идеалы. Метафизика не нужна. Нужно только исходить из того, что есть то, что есть, и человечество в будущем. И вот идея человечества и оказалась коварной ошибкой этих самых будущих, ну, и большевиков в том числе, и, так сказать, правителей России. Почему? Потому что считалось, они считали так, мы все будем делать ради человечества. Их спрашивали модернисты, а как же быть с личностью? Но придется пожертвовать, говорили они. Придется пожертвовать. И вот, собственно, весь 20 век это и есть жертва, жертвенность, но не нужная, потому что жертвовали самым ценным, что есть, личностью. А вкладывали, как они считали, в этот самый прогресс человечества. А прогресс человечества это на самом деле пустая абстракция. Ибо если вкладывать, то только в то, что личностно, конкретно. То есть в будущем нужно двигаться поодиночке? Нет, личностно. Когда, понимаете ли, личность не испытывает такого сильного прессинга, давления. Что сегодня мы видим? Мы сегодня видим такое вот движение против культуры и против, скажем, да, свободы в культуре. Это же движение против личности. Это не в смысле буквально конкретной личности. Это когда в сущности вот это безличное начало человечества или что-нибудь такое вроде прогресс или необходимость подавляет свободу творчества личности. И без этого не может существовать человечество, оказывается. Весь 20 век показал, что этот путь был неверный, потому что вкладывали в абстрактное и жертвовали личности. Потому что культура слов изменилась. Сейчас можно производить слова в любом количестве. Можно говорить о чем угодно и при этом подавлять и подавлять и подавлять. В этом проблема. Проблема в том, что слова перестали что-либо значить. Я говорю вам о демократии, так же легко могу в подвале расстрелять пару человек, заложников. Я могу сказать о любви к человечеству и задушить свою, так сказать, подругу. Понимаете, это все стало возможным настолько, что границы сказанного, ответственного вообще растираются. И по существу культура становится беззащитной перед насилием. Сегодня речь идет о насилии, а не о том, чтобы найти диалог. С насильником нельзя найти диалог. Понимаете, в этом смысле культура не знает, как себя защитить, ибо она не умеет драться так, как делает это хулиган. А кто в данной ситуации насильник? Насильник – это власть, которая не понимает, что она делает. Ибо она создает ситуацию чрезвычайно... Кстати, в истории-то была эта ситуация, они просто историю-то плохо знают. Ибо если бы они знали хоть немного историю... А ты считаешь себя профессионально не историкой, но многие из них. Я думаю, что это все, так сказать, можно об этом говорить только с улыбкой. Дело в том, что как раз историк хорошо представляет себе, что если власть бесконечно душит и давит, то обязательно будет потом какой-то откат. Обязательно будет движение вот в эту как бы обратную сторону. И в России как раз таких периодов было много постоянно. Например? Например, Николаевский период. Душили, уже почти задушили. Да, Николай Первый. Эпоха Николая Первого – это период, когда уже все, ну, совершенно уже думали, что все, все задушили, всякую свободную мысль. Что в результате? В результате с приходом Александра Второго начались реформы, но общество, проснувшись, уже не могло остановиться в отстрелах императоров. Но что во вкус? Кто виноват? Виновата власть, потому что она, да, она поняла, что нужны реформы. Но она не поняла, что нужно и самодержавие менять. Потому что общество дозрело до мысли, что и самодержавие устарело, как и крепостное право. То есть, понимаете, динамика разная. Если ты, так сказать, душишь, давишь, ты должен понимать, что в конце концов насилие обернется и против тебя. Я не хочу сказать, что это насилие хорошее. Я не хочу сказать, что те, которые убивают, они молодцы. Нет, конечно. Но ведь зло-то ведь порождает зло. Остановить его можно только тем, что ты перестанешь насильничать. Только тогда оно останавливается. А в этой ситуации, когда давление не прекращается и постоянно давят, давят, душат и давят, это вызывает или вызовет только ответную ожесточенную реакцию. Слава богу, что пока никого не убивают. Это ведь начнется. Ведь было же в России. Началось же, так сказать, вот это вот движение революционеров эсеров. Знаете, как они действовали? Никто же просто уже не учит, да, так историю, как надо было бы учить. Например, партия эсеров приговаривала человека за преступление. И это был приговор, который исполняли обязательно, даже если ты бежал в Бразилию. Бежали в Бразилию. Боялись приговора эсеров. Полковники, гвардейские полковники царской армии понимали, что, совершив преступление, они убегают от приговора эсеров. Потому что вот возникла такая мощная параллельная структура. Если не работает власть в режиме, ну как бы, сотрудничества с обществом, значит, общество будет мстить. Ничего хорошего в этом нет. Так, понимаете, нельзя ставить вопрос, кто виноват, потому что зло порождает зло. И только тот, кто скажет, что не надо давить, не надо душить, дайте свободу личности, пусть он будет таким, какой он и есть. Понимаете, равенство перед законом – это то, что нам совсем пока неизвестно. Дело не в том, что там такой-то художник, такой-то режиссер, допустим, какой-то неопределённой непонятной ориентации сексуальной, к чему сразу привязывается он не наш. А в том, что он равен перед законом, как и ты. Начнём с этого. Если ты будешь вкладывать в закон моральную оценку, что он, так сказать, вот не имеет права, то это уже ошибка. Все равны перед законом. Поэтому культура развивается, растёт как цветочек. Понимаете, если ты хорошо и правильно поливаешь, он будет вырастать в большое красивое дерево. А если ты будешь топтать, ничего не вырастет. Но вот эта новая религиозность, которая сегодня очевидна, это тоже на самом деле… Вы хотите сказать, что это религиозность? Ну а что это? Это обредоверие чистой воды. Абсолютное обредоверие, которое сегодня поглощает массы людей. Им кажется, что в этом обредоверии они находят Христа, они при этом зряются… Это же даже страх будущего, на самом деле. Это отсутствие каких-то целей, понимания, что делают так, опоры в жизни. Каждый, конечно, мыслит по-своему. Здесь я бы не сказал, что все одинаково думают и все одинаково чувствуют. Но внушаются мысли такие примерно. Ты в этой казарме слушай, что тебе говорят, и, как говорится, спасёшься. Вот так, так, по уставу, так, и так, и так. Ну, Христос к этому не призывал. Он не говорил об этом, он говорил о тёплых отношениях между людьми, о теплее отношении, а не о холоде. А власть – это холод. Поэтому современное православие, оно исповедует этот холод отношений. То власть, прежде всего власть, проявить своё, так сказать, властное отношение к людям, заставить их действовать так, как вот, так сказать, даже в синодальном периоде в традиционной России не было такого позыва к насилию, к нравственному насилию. Не было. А можно ли сказать, что сейчас такое ошеломляющее, полуэ абсурдное настоящее, что люди не могут его как бы отфрикусировать, осознать, понять, и поэтому уже о будущем даже и речи не заходят, потому что с настоящим трудно уму справиться. Дело в том, что современное общество, оно находится в состоянии аномии. Аномия – это такой, знаете, распад, когда ты не можешь собраться. Современное общество – это общество, которое распалось на фрагменты, на кусочки, на молекулы, на атомы, и не знает, как собраться вместе. Понимаете, и здесь как раз, конечно, идеология работает как настоящая война против собственного народа, населения. Потому что отсюда и возникают, конечно, эти духовные скрепы, потому что они понимают, раз как-то разошелся народ в разные стороны, мы соединим их вот своей этой идеологией. На самом деле проблема-то не в том, чтобы найти эти духовные скрепы, да, а в том, чтобы найти духовные настоящие скрепы. То есть то, что по-настоящему соединяет людей, а не зомбирует их. Но то, что отсутствует сегодня все-таки вот этот вот некоторый план, цель, которая должна идти страна, это говорит о необразованности людей, которые ей руководили? Вы знаете, это сложно. Или это какой-то зловещий конспирологический план? Нет, нет, дело в том, что, знаете, тут тоже, опять-таки, те, которые проводят эту современную политику, они тоже плохо читают даже тех философов, на которых ссылаются. В свое время в «Судьбе России» Бердяев в главке «Темное вино» писал о том, что власть в России должна поднимать народ, стараться его развить. То есть стараться в этом темном вине, так сказать, ну, найти, так сказать, позитив какой-то. То есть его приучить, этот народ, к правам личности, к развитию творчества, к развитию инициативы. То есть это, конечно, исторически, как бы это сказать, общность, в которой очень слабы, очень слабы демократические, так сказать, что ли, потребности. Вы имеете в виду российское общество? Да, российское общество очень слабо. Может, не надо? Что? Нет, нет, понимаете. В том-то и дело, что развитие, вообще развитие общества только тогда возникает, когда человек ощущает себя свободнее. Ибо всякое капиталистическое общество, всякое продуктивное современное общество, оно живет и развивается только, когда ты чувствуешь себя стабильно, свободно и творчески независимо. Здесь же создается ситуация, по сути, когда тебя связывают по рукам и ногам и говорят, ты свободен, ты стабилен, но ты связан. Но не важно, ты же стабилен, тебя же не убили еще пока, слава богу, да? Вот ты вот чувствуешь себя вот так. И в этом смысле вот судьба России, вот об этом действительно хорошо написал в свое время Бердеев, она такова, что нужно, чтобы вот как бы вот в этой культуре не очень приучены еще ни к правам личности, ни к правам человека возникали вот эти вот этапы обучения. Чтобы вот это вот было, чтобы постепенно приучался человек к осознанию своих исконных естественных прав. Что их нельзя отнять, а современная власть только и делает, что вышибает из мозгов людей любую мысль о том, что вообще-то с ним нельзя обойтись как-то вот так, как они обычно при помощи сапога обходятся. И в этом смысле, понимаете, культура, она первая, которая реагирует на это обстоятельство. Вот Тангейзер это первый, так сказать, реальный факт вот этого управления людьми и культурой при помощи сапога. Я прочла, что вообще понятие будущее в истории появилось в эпоху промышленной революции, что история долго обходилась без рассуждений про будущее. Будущее это такая предопределенная перспектива, например, загробной жизни. А вот так вот диаметрально мечтать о будущем, мечтать вообще начали, говорят, только в начале 20 века. Так или это? Ну, в разных культурах по-разному. Все-таки, на самом деле, будущее существовало как идея, ну, какого-то посмертного существования, в принципе, всегда. Это посмертное существование, это идея чудо-живейки. Но дело все в том, что это как раз, между прочим, характерная особенность вашего современного сознания. Дело в том, что для любого религиозного сознания первичен тезис о том, что смерти нет. Поэтому в этом смысле переход из одного состояния в другое – это продолжение жизни. Что касается будущего, ограниченного рамками твоей жизни, то это, конечно, всегда зависело от контекста, в каком контексте человек живет, существует. И в условиях, не знаю, технологической революции 17 века он мыслил себя в качестве, так сказать, ну, не знаю, там, дельца, который создает свое дело, и это дело будет жить вот именно в таком виде, в каком он задумал. Для промышленного переворота 19 века – это заводы-фабрики. А вот для современной России, по-моему, характерно создать какой-нибудь очень сильный проект на много миллиардов долларов, да, прожить им года полтора-два, а потом исчезнуть. Вот это замечательное совершенно будущее. По-моему, это и есть современный вот проект вот этого круга людей, которые что-то за нас с вами решают. Очень интересный момент, меня всегда это мучило. Вот люди, коррумпированные чиновники находятся в своих коррумпированных процессах, накапливают капиталы, работают над этим, собирают эти деньги, а потом бах, и они оказываются в санкционных списках, и это отрубает их от какого-либо их будущего. То есть будущего, где они будут нормально эти капиталы в неком идеальном мире, в раю тратить. Но это не они сделали. Это сделали не они, но их решили, их решили некого гипотетического будущего. Да, решили, да. И это очень невозможно. Это действительно очень серьезный момент. Вот, ну, мы же не знаем, что они думают, поэтому... Вот я не представляю, что они теперь думают. Дело в том, что они у вас не выступают, а их дача за высокими заборами, увидеть их даже в машине невозможно, они пролетают на высокой скорости. В принципе, вы не заметили, что мы живем просто в разных измерениях. Поэтому, когда мы говорим о том, что они думают, мне кажется, так же можно поставить вопрос, что думают марсиане, если они есть. Ну, нам по-прежнему интересно, что думают марсиане, что думают чиновники за высокими заборами, и даже как-то неприлично, наверное, считать их деньги. Вот это состояние отвлеченности от реальных проблем, которые, в общем-то, от тебя зависят, вот это меня пугает больше. Когда человек боится за свое будущее, он хотя бы начинает чувствовать ответственность, что он что-то должен сделать. А если человек, как говорят 84%, они просто по автомату живут, так это ужас, что с нами происходит. Андрей, а вы боитесь будущего? Нет, я в этом смысле, так сказать, лишен страха будущего, потому что я, так сказать, ну, во-первых, я неплохо знаю Средневековье. Да, в общем-то, и в новом времени живу. Меня беспокоит будущее в прагматическом смысле, но я не боюсь будущего в глобальном смысле. В прагматическом смысле, как всякий человек, я, естественно, беспокоюсь о проживании, о существовании, о каких-то конкретных делах, которые, естественно, необходимы человеку. Здесь надо все-таки отдавать отчет, что в самом деле люди должны немножко беспокоиться, стоя на своем будущем. Это естественно. А вот индифферентность, а вот равнодушие, а вот опух с ним, что там, да, так сказать, и ничего, и мы переживем, и не такое. Вот мне кажется, что русский человек в значительной степени... Остревательское отношение к будущему, это хуже, чем страх перед ним. Да, это какой-то, понимаете, такой улет даже не в будущее, не в прошлое, а в никуда. И вот в этом никуда они хорошо себя чувствуют, потому что там нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Вот это отлично, и мы все там скоро окажемся. В истории России, к сожалению, сложились такие обстоятельства, которые формировали вот эту безразличную психологическую среду. Понимаете ли, это действительно очень многовековый опыт, потому что, смотрите, ведь несколько веков крепостного права приучали а помещика думать о том, что за него все сделают крестьяне, а крестьян, что за них все сделает помещик. В сущности, они покрывали друг друга, такой, я бы сказал, некоторой безответственностью, и создавали мир, в котором коллектив всегда как-то выручал, как бы, лицо человека. И, в принципе, человек воспитывался в состоянии, что кто-нибудь за него все равно ответит, и за будущее, и за настоящее, ну, выпорут, ну, дадут по морде, но ведь не убьют же. Поэтому, понимаете, вот этот момент современной России, как бы, связан в значительной степени все-таки с этой своей историчностью, с историческим прошлым, именно тем, что в этом прошлом очень мало было личного голоса, личной ответственности, личного я, которое ставилось бы выше всех этих коллективных форм существования. То есть, мы научили принимать решения о будущем, да? Да, вот когда вы говорите, вы спрашиваете меня, русские, вы тоже в каком-то смысле вы даете вот этот глубинный концепт, вы веете в какую-то безличную коллективность. Это ведь тоже элемент какой-то нашей культуры. В конце концов, а кто такие русские? Что это за коллективность такая? Вот мы уже привыкли, даже в языке в нашем существуют какие-то моделирующие системы, есть какой-то миф о каких-то там... Русских. Да, русских. А на самом деле миф, наиболее актуальный для современной России, для современного будущего, это неповторимое, но очень, так сказать, такое важное для всего общества, для государства и неистребимое, неустранимое лицо, личность. Кстати, миграция. В то место, где будущее более предсказуемо. Да, она, конечно, есть. Говорят, она достаточно большая миграция. Но ведь вы заметьте, заметьте, что нас это волнует. А вот людей, которые имеют власть, которые, в общем, должны думать о будущем страны, вот не волнует, что уехал, например, создатель социальной сети Дуров. Создатель, создатель, творец. Что-то придумал. Он уехал, ну и уехал. Да, скорее, вы выжили даже, я бы сказала, странно. Мало ли этих Дуровых. В принципе, так думал и товарищ Сталин. Только он не позволял уезжать, он просто убивал. Понимаете, получается, что не меняется отношение к людям человеку ничто. Вот как был он ничто, так и остается ничто. Это не мир, это не творец, это никто, потому что ценность имеет только власть и носитель этой власти. Все. И в этом смысле, что можно видеть в нашем будущем? Только расцвет вот этой бесцветной власти. Ибо если ты теряешь творца, хотя бы одного уезжающего, ты уже беднеешь на те самые миллиарды, которые только что украли из бюджета. Понимаете? Но это никто во власти, не только, может, понимает, не хотят принимать. Потому что это и есть проблема будущего. Цепляться за каждого, умолять остаться. Именно потому что ты, ты родной, очень важен мне, ты можешь что-то придумать. Понимаете? А тут логика такая, да катись ты, и хорошо, ты, говорят, еще выходил на какие-то там митинги, ну и прекрасно дуй в свою Прибалтику, мы о тебе уже забыли. Так это и есть деградация. Ибо не ценится то, что всегда ты теряешь, как самое ценное. Понимаете? Как то, без чего, собственно, невозможно развитие. И в этом смысле я хотел бы, конечно, сказать, что иммиграция показывает, что России необходимо. Ей необходимо новое включение в Европу. Новое понимание Европы. Себя как Европу. Оно всегда было и всегда есть в культурном слое России. Но все дело в том, что современная власть, она отлучает нас от собственной матери. И пока мы не поняли, что с нами происходит и что-то с нами делают, пока мы не осознали, что нас лишают, собственно говоря, собственной матери Европы, европейской мысли, науки, европейского сознания. Вот пока мы не осознали до конца, что они делают, не придет и будущее. Потому что будущее в степи, в пустыне невозможно. Вот еще договорились, будущее-то вообще может не наступить. Твоя программа «Мангайт». Сегодня мы с профессором Иргу Андреем Юргановым в June тот же, пока мыerez. Спасибо за просмотр!